Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Национальная библиотека Татарстана, новая площадка для студенчества. 12-я серия проекта про науку в КФУ впервые пройдет в онлайн формате. На 95-м году ушел из жизни герой Советского Союза, участник исторического парада победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов. Он также участвовал в студенческом марше, проводимом Казанским университетом в 2018 году. Дорогие друзья, великая победа нашего советского народа сыграла огромную историческую роль. О том, когда откроется Национальная библиотека Татарстана и какие фишки и новшества у нее есть, расскажет наш корреспондент. Уже в декабре откроется Национальная библиотека Республики Татарстан. Здесь можно не только взять почитать книгу, но также провести время с семьей и сделать крутые фото для Инстаграм. Само пространство, оно такое, что при входе вам не нужно предъявлять никаких читательских билетов. Ты можешь представить себя в такой уютной, современной атмосфере, где, в принципе, по функционалу все есть для того, чтобы студент здесь не только готовился, но и отдыхал, назначал свидания, вел переговоры, искал работу. Ну, тоже такой вот список, который можно продолжать. Национальную библиотеку разделили на две части. Классическую, где можно посидеть, почитать книги и писать курсовые научные работы, и современную публичную. В ней оборудованы отдельные зоны для осознанного читателя, подростков, родителей и детей. Также в библиотеке есть современное книгохранилище, инсталляция и шикарная летняя терраса. Здесь открывается вид на современную часть города. Такого вида еще никто не видел ни по видео, ни в реальности. Мы будем использовать для мероприятий под открытым небом. Библиотека оборудована специальными аппаратами для выдачи книг, что особенно актуально в период коронавирусной инфекции. Если нужно взять книгу, вы вставляете читательский билет сюда, берете понравившуюся вам книгу, кладете сюда, все, книга записана на вас, и вы смело уходите из библиотеки с этой книжки. Вам даже не нужна библиотека, чтобы оформить на себя какую-то книгу. В Национальной библиотеке Татарстана есть все, чтобы любой человек провел здесь время с пользой и комфортом. Кристина Надышина, Леонардо Влитяров, Универ Ньюс. Депутаты от «Единой России» выступили с предложениями о поправках законопроект об удаленной работе. Теперь работодатель официально может уволить сотрудника, если тот два дня не выходит на связь. Так ли это на самом деле и насколько актуальна сейчас удаленная работа? Узнайте в нашем следующем сюжете. Начиная с апреля 2019 года множество работников вышли на дистанционную форму работы. В июне вышел закон об удаленной работе, а сейчас в него уже планируют вносить поправки. О чем говорится в законе, об этом мы решили спросить у эксперта. По содержанию этого проекта видно, что наш законодатель предусмотрел различные аспекты. И вопросы выполнения трудовых обязанностей, оплаты труда, причем предусмотрели даже те случаи, когда эта работа будет начать сверхурочный характер. Вопросы, которые связаны с возмещением расходов работнику. Могут ли просто так уволить дистанционного сотрудника, если он не выходит на связь в течение двух дней? Или все же у сотрудника есть шанс оправдаться? Если работника нет на работе в сегодняшний день, то это рассматривается как прогул. Вопрос уважительный, причина неуважительный. Работник не вышел на связь. Что это такое? Конечно, у работодателя сразу возникает, ага, прогулял, не сработала техника. Значит, надо доказывать, что в силу каких-то обстоятельств у нас техника и не сработала. К сожалению, такое бывает. Жизнь во время пандемии подсказала, что удаленная работа в принципе выгодна обеим сторонам. Выгоднее иметь работника, чтобы он сидел дома. Не нужно транспортные расходы, не нужно стоять в пробках, в очередях на автобус, метро и так далее. По мнению экспертов, даже после отмены карантина и спада эпидемии тенденция к увеличению количества сотрудников, работающих с дома, будет сохраняться. Федосия Ершова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Популяризировать науку поможет проект Казанского университета «Про наука». Традиционно погрузиться в жизнь альма-матера можно было лишь на одну ночь, но в этом году проект будет проходить в течение целой недели. Все подробности далее. С 16 по 20 ноября пройдет 12 серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ. В числе лекций, которые мы запланировали, например, следующее о том, когда антибиотики оказываются бесполезными, или какие катаклизмы смогли предсказать писатели-фантасты, или суеверия, которые как раз таки появились во время пандемии, на которые повлияла как раз эта вот вся история с нестабильной эпидситуацией. О будущем в виртуальном мире мы будем говорить и даже когда мы сможем путешествовать на другие планеты. Впервые мероприятие пройдет в онлайн-формате. В этом году в течение недели каждый вечер «Про наука» будет транслироваться на телеканале «Универ ТВ» и в группе Казанского университета во Вконтакте. Будут и прямые эфиры, то есть наши зрители, и пользователи социальных сетей могут напрямую задавать вопросы нашим гостям-экспертам. Это будет живой разговор, а не просто записанные лекции. Но самое главное, если, как я ранее сказала, 16 тысяч участников было предыдущие годы, то мы надеемся, что новый формат даст нам новый виток как раз в распространении научно-популярной информации. Кроме того, по традиции для зрителей будут проводиться розыгрыши. Не пропусти! Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. А теперь к новостям из сферы новейших технологий. Несколько дней назад американская компания Virgin Hyperloop провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с живыми людьми на борту. Тесты показали хороший результат – 500 метров почти за 6,5 секунд. Отмечается, что испытателями поезда выступили два директора компании, которые, к слову, после дебютной поездки остались живы. Что за поезд и для чего он нужен, выяснил наш корреспондент. 500 метров за 6 секунд со скоростью 172 км в час. Нет, это не технические данные космического корабля. Это вполне реальные показатели вакуумного поезда Hyperloop. Первые испытания прошли на полигоне Devil Loop в Лас-Вегасе. Команда разработчиков Virgin Hyperloop провела более 400 тестов поезда перед тем, как посадить в него живых людей. Несколько дней тому назад первыми испытателями стали главный технический инженер Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по работе с пассажирами Сара Лучан. Подобная технология позволит при меньших затратах обеспечить, в общем-то, постановление высокоскоростного транспорта, который примерно в 2-3 раза будет быстрее существующих высокоскоростных железнодорожных путей. По официальным данным для проведения теста с живыми пассажирами на борту, была построена двухместная капсула и специальная трасса. Труба диаметром несколько метров, внутри которой поддерживается низкое давление. За счет этого капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 км в час. Однако пока что это только теория. Ранние тесты без пассажиров показывали данные о скорости чуть более 386 км в час. Основная идея базируется на движении в разреженной среде. То есть желательно в вакууме, но обеспечение полтунного вакуума в условиях Земли – это достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому ученые ориентировались на работу подобной системы в разреженном воздухе на уровне примерно 100 паскалей. То есть это примерно одна тысячная от того привычного давления, которое на Земле действует. Остается вопрос, зачем же нужна подобная система в 2021 году, если в мире уже есть действующие высокоскоростные поезда? К примеру, российский САПСАН, перевозящий пассажиров из Москвы в Петербург со скоростью 240 км в час. Или китайский ФУСИН, способный доставлять людей из Пекина в Шанхай с ветерком при 350 км в час. Реализацией и развитием вакуумной транспортной системы занимаются несколько компаний, как Virgin Hyperloop, так и независимые. К слову, американский предприниматель Илон Маск тоже занят созданием высокоскоростных туннелей. Он-то, кстати говоря, и придумал в далеком 2010 году концепцию вакуумного поезда. Лев Диденко, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok